добрый вечер уже точнее у нас мурманский шторм поэтому у нас могут быть перебои с интернетом поэтому заранее прошу прощения если что-то пойдет не так пожалуйста в чате пишите об этом но пока надеюсь что все в порядке и давайте начнем сегодняшнюю встречу нового учебного года поговорим об интересной теме о создании графики и картинок и не только для социальных сетей но и вообще для проекта возьмем тему немножко пошире потому что графика нам нужно не только для контакта для сайтов и блогов но и вообще для презентации для каких-то интересных совместных проектов и для многого-многого другого и так последнее время очень большой интерес возник вообще к теме визуализации к теме создания различных визуальных продуктов начиная с графики и заканчивая видеороликами слайд-шоу и тому подобное известное на высказывание когда мы говорим лучше один раз увидеть чем сто раз услышать подкрепляется еще вот таким высказыванием американского писателя пола мартина который говорил мы становимся визуально опосредованным обществом многие люди воспринимают информацию не при помощи слов а глядя на изображение и с этим высказыванием сложно не согласиться потому что согласно исследованиям визуальная информация естественно обрабатывается мозгом 60 раз быстрее чем текстовой информации поэтому визуальное общение по своей эффективности превосходит любое другое в несколько раз это особенно характерно если вы работаете в социальных сетях или вообще в сети интернет ведете сайты блоги и вы можете сейчас вот наглядно посмотрев на слайд сами для себя ответить на вопрос какая информация в каком виде привлечет ваше внимание больше допустим сети вконтакте это мои собственные примеры сети вконтакте с группа вконтакте тема одна и та же рассказ о достопримечательности мурманской области кислогубской приливной электростанции одна и та же информация выраженная в виде текстов и выраженная в виде вот такого слайда с картинкой я думаю что ну если это измерять в количестве лайков то естественно большее число лайков и перепостов приобрела картинка и она не только привлекает внимание она еще дает какую-то небольшую информацию но в общем и целом тенденция одна графика и видеоролики сейчас чрезвычайно востребована особенно в сети интернет они не только привлекают внимание они дают возможность быстро получить информацию это не только быстро но и не скучно это просто мы упрощаем сжимаем информацию и и вставляем вот в таком привлекательном виде в виде изображений поэтому приходится обращать внимание на создание таких картинок на сервисы для работы с ними и долгое время мы все пользовались вот этим замечательным сервисом канва который позволял нам не выходя что называется из сервиса создавать практически все что необходимо нам для наших проектов и презентации и видеоролики и блокады открытки и посты в социальных сетях буклеты визитки и сертификаты многое-многое другое летом этого года мы вынуждены были с канвой попрощаться по крайней мере официально поэтому давайте посмотрим какие инструменты остались и что мы можем использовать вот сейчас здесь и сейчас на данный момент для подготовки вебинара я посмотрела списке которые предлагаются на замену канве выбрала оттуда сервисы которые мне показались любопытными для работы которые можно взять на вооружение использовать естественно их намного больше они просто вот в рамке одного вебинара все не вместились но общий обзор я постараюсь дать мы посмотрим плюсы минусы если вы можете в мой список добавить еще что-нибудь то пожалуйста в чате об этом напишите а также можете по ходу писать какие у вас возникают проблемы с тем или иным сервисом если вы ими уже пользуетесь ну и какие-то еще замечания если у вас они возникнут пожалуйста это все приветствуется ссылки у нас тоже сегодня в чате будут но в основном я буду ссылки кидать конечно на сами сервиса а вот картинки уже будут на слайдах чтобы не отвлекаться будем таким образом работать первый сервис во всех списках идет один и тот же нашумевший сервис супа универсальный инструмент для работы со статичными картинками и для создания видеоролика читаю я про этот сервис подойдет для создания рекламных макетов баннеров промо роликов афиш и не только сразу смотрим на тарифные планы что он предлагает бесплатном тарифе замечательно что можно использовать все шаблоны и бесплатные элементы библиотеках их здесь больше чем платных сразу сказать это плюс что еще здесь из хорошего то что можно создавать неограниченное количество ресурсов это тоже замечательно еще что хорошо что здесь на статичных изображениях нет водяного знака вот со статикой со статичной графикой здесь все обстоит достаточно хорошо можно создавать без проблем картинки изображения посты и так далее что касается видеоредактора видеороликов и анимированных постов ну во первых там будет водяной знак длительность такого ролика будет не более 40 секунд и разрешение будет 480 пикселей формат mp4 все это что создается в рамках сервиса скачивается естественно компьютер сохраняется ну и плюс она уже в личном кабинете существует в этом смысле тоже плюс чем хороша супа тем что это достаточно простой сервис и если вам нужно в какие-то сжатые сроки очень быстро разобраться то вот можно начать с нее по простоте и по функциональности она очень хороша и работает достаточно уверенно ну вот пожалуйста здесь я открыла шаблоны прежде всего конечно же нас интересуют шаблоны которые можно модифицировать здесь их большое количество они все рассортированы по категориям вот категории справа из этого всего мне больше понравился раздел обучающие посты сейчас я добавлю стрелочку себе ну вот этот вот раздел ну и вот я его открыла это вот неполный перечень и здесь есть платные шаблоны но все-таки бесплатных достаточно больше и каждый из них можно переделывать под себя открываем редактор и начинаем работать на основе шаблона вот пожалуйста таким образом выглядит сервис естественно на русском языке это наш отечественный инструмент поэтому здесь разобраться не очень сложно тем более что кнопочек здесь не так уж много то есть мы можем загружать свои какие-то объекты менять шаблон добавлять тексты объекты из библиотеки так она выглядит достаточно неплохая библиотека отсюда можно брать и картинки и фигуры и иконки и тому подобное ну и естественно каждый объект можно редактировать в данном случае здесь у меня редактор изображения можно его сделать больше меньше повернуть дать ему прозрачность изменить саму картинку и так далее вот этот значок обозначает что это опция платная таким значком помечены все платные элементы внутри сервиса то же самое касается и текста большой плюс что здесь естественно поскольку сервис отечественные здесь поддерживается огромное количество шрифтов на кириллице на русском языке мы можем менять шрифт цвет размер то есть вот здесь настройки достаточно подробные и вот у нас такой довольно простой шаблон меняем содержимое наполняем контентом и как статичное изображение она очень хорошо у нас будет уже смотреться скачаном варианте это уже готовый пост для социальной сети что тут еще есть есть возможность добавлять анимацию к этому шаблону мы можем добавить анимацию и сделать допустим несколько слайдов превратить одну картинку в целое слайд-шоу для этого есть дополнительная кнопочка добавить слайд все элементы которые мы добавляем они вот здесь вот списочком с правой стороны идут щелкаем по элементу открывается отдельно для него настройки здесь все достаточно просто и несложно устроено буквально полчаса и уже разобрали сервисе и можете в нем работать статичное изображение скачивается вот в формате таком таком и вот таком формате pdf и картинки есть возможность выбрать даже размер от обычного до очень большого то есть в общем очень неплохие бесплатные возможности если не сказать больше но вот это опять платные опции с прозрачным фоном и с возможностью скачать целый архив их мы пропускаем вот таким образом выглядел мой пост я взяла готовый шаблон вот в таком виде он у меня будет уже готовый пост для социальных сетей никаких водяных знаков все очень просто и достаточно красивенько если мы выбираем видео шаблоны вот я взяла например видео шаблон открыла видео редактор он собственно говоря похож у нас на обычный на статичный как и в канве там были был один и тот же конструктор просто разные вариации это у нас анимированный шаблон и есть у нас появляется с правой стороны лента времени вот она она позволяет проследить когда тот или иной элемент у нас будет появляться в кадре сначала у нас появляется вот этот элемент потом следующий так далее мышкой мы это можем все двигать такая вот импровизированная лента времени сервис постоянно будет предупреждать что только 40 секунд в бесплатном тарифе точно так же как и на статичную картинку мы из библиотеки можем любые элементы добавлять и их редактировать расставлять их по порядку и переходим к следующему слайду слайд 2 дополнительно можно настроить переходы то есть по сути мы будем создавать слайд-шоу свое дополнительная настройка у анимации здесь тоже есть если большая библиотека разных эффектов движения слева вправо в бок как угодно и плюс дополнительные опции здесь если смотреть сам конструктор здесь появляются дополнительные кнопочки здесь есть возможность добавить внутрь этого слайд-шоу небольшой видеофайл и добавить аудио что касается аудио здесь есть возможность мы видим что выбрать фоновую музыку и синтезировать речь но вся фоновая музыка платно закачать свой файл нельзя это тоже платно и синтез речи мы можем его синтезировать он хорошо синтезируется замечательные несколько голосов все отлично но он не сохраняется в бесплатном тарифе поэтому аудио сопровождение здесь тоже бесплатно не добавляется к сожалению поэтому супа мне больше нравится для статичных картинок для обычной графики без всяких слайд-шоу но если мы захотим слайд-шоу то она у нас будет без звука и до 40 секунд и плюс там еще будет водяной знак в виде уточки я вам покажу как это может выглядеть это не очень ну не очень красиво на мой взгляд потому что оксана сергеевич пушкин с уточкой как-то не очень гармонирует вот ссылочку я вам отправила здесь она у вас откроется чтобы посмотреть что у меня в итоге вышло я не стала мудрствовать лукавая просто взяла один слайд применила к нему анимацию сохранила как mp4 ну вот что получилось в итоге поэтому если анализировать этот сервис то для статичных картинок он очень даже отлично работает и шрифт хорошо поддерживается и картинки и библиотека все работает платный тариф но вы уже видели тариф да там 999 рублей оплата за месяц на мой взгляд немножко кусачая однако если вы быстро и часто работаете с графикой и вам нужно это то можно оплатить кстати при оплате за год там цена немножко ниже поэтому в общем неплохой сервис хорошими возможностями ну вот с видеороликами здесь обстоят дела в бесплатном тарифе достаточно скромно ну вот как скачивается видео точно так же скачивается но через mp4 и можно отдельными картинками над нам не интересно качество 480 весьма такое скромное качество вот что касается бесплатной супы вот пока вот она у меня в таком виде представляется давайте посмотрим еще один вариант сервис fly в который достаточно так активно себя позиционирует который говорит о том что он стопроцентная канва ну давайте посмотрим действительно лет так вот ссылочка чтобы могли открыть посмотреть ну а это вот что у меня получилось сразу же не отходя отказ покажу вам в этом сервисе по ссылке здесь у нас без водяного знака там его не найдете но мы смотрим тариф здесь у нас предлагается самый скромный тариф за 399 рублей в месяц без водяного знака стартовая бесплатная опция она достаточно скромная здесь правда написано о том что более двух тысяч шаблонов различие анимационные эффекты выбор шрифта и тому подобное но самое главное это водяной знак к сожалению и водяной знак здесь достаточно большой и я пока не пробовала можно ли от него избавиться но это достаточно трудоемко конечно сначала скачать картинку потом еще из водяной знак из него удалять вот в отличие от супа здесь водяным знаком метится все и анимация и обычные статичные картинки ну давайте поближе посмотрим как это работает она действительно этот инструмент действительно похож на канву если вы ей пользовались то наверняка увидите все здесь очень даже похоже вместо синего дизайна он стал оранжевым а так мы видим что есть форматы для работы форматов естественно меньше чем в канве в основном здесь сосредоточились на социальных сетях то есть здесь мы можем найти различные посты для контакта для одноклассников но и сервис развивающийся вполне возможно они скоро догонят канву и по количеству форматов тоже все дизайны хранятся точно также в личном кабинете можно на них ссылочку получать и можно скачивать ссылка без водяного знака скачивание с водяным знаком смотрим изнутри как это все выглядит точно так же как и в канве тут у нас есть панель инструментов с различными элементами которые можно добавлять что касается шаблонов они здесь тоже присутствуют в большом количестве но к сожалению очень много платных шаблонов и если их открыть я уже не стала скриншотить но смысл в том что здесь платные перехлёстывают бесплатные чтобы дойти до бесплатных элементов приходится потратить достаточно много времени вот но естественно бесплатно и не самый привлекательный в плане оформления вот если опять таких сравнивать с канвой но они сами себя так начали сравнивать канва конечно здесь выигрывает а вот тот самый водяной знак таким образом он выглядит в плюс у этого сервиса большая библиотека шрифтов они все поддерживают кириллицу но опять таки мы видим что есть очень много платного хотя у канва был тоже также есть поиск нужно поискать подходящий шрифт точно так же мы получим берем какой-то шаблон либо начинаем с нуля и на этот шаблон набрасываем элементы которые нам необходимы либо из библиотеки сервиса либо можно загрузить свои здесь есть возможность добавлять отдельные элементы здесь есть возможность добавлять слои специальной маски и все это сохранять в разных форматах дальше как только мы добавили какой-то элемент у нас открывается инструмент для его редактирования вот это например инструмент для редактирования текста уже нам совершенно знакомые здесь у нас и заливки и цвета и шрифты и все остальные настройки ну а это настройки для картинок которые мы добавляем здесь тоже очень неплохой фоторедактор здесь можно настроить яркость контраст вот в этом смысле они собственно говоря повторили канву я пыталась уже так сравнивать по количеству эффектов по количеству там настроек вот в этом элементе они да они практически все взяли от канва все основные настройки использовали в своем сервисе но с помощью таких вот ползунков можно настроить картинку применить к ней разные фильтры например анимация есть возможность добавлять разные анимированные картинки надо то облачка например и там еще звездочка у меня в кем будет который я взяла из библиотеки сервиса из бесплатных элементов вот это раздел анимация вот оттуда я взяла дополнительно мы можем настроить различные анимационные эффекты применить их например к тексту или картинки какой-нибудь но опять видим что здесь бесплатного очень немного вот выбирать все равно есть из чего можно попробовать выбрать какой-нибудь эффект и посмотреть как это будет все работать далее кнопочка скачать позволяет скачивать наш дизайн в каком-нибудь формате есть тоже все на канву похоже мы можем и как картинку скачать и как pdf как гиф и как 4 тоже вот таким образом это все сохраняется на компьютер можно получить ссылку если необходимо можно составить презентацию как в канве тоже мы можем создать несколько слайдиков и сделать из них презентацию сохранить например как pdf тоже такая возможность есть но на каждом слайде у нас будет водяной знак вот сервис себя позиционирует с упором для smm щеков то есть для людей которые работают в социальных сетях и они постоянно об этом заявляют и говорят и напирают на то что по сравнению с другими сервисами у них очень дешевый тариф платный то есть около 400 рублей в месяц но нам уже решать как нравится не нравится но можно попробовать поэкспериментировать в любом случае если будете подпирать сервис придется осваивать сразу несколько инструментов и смотреть что вам удобнее а то может быть и пользоваться сразу несколькими так чтобы все под одной крышей было такого вряд ли получится ну вот мой формат это статичная картинка по ссылочке я вам отправила динамичную картинку вот так выглядит водяной знак он здесь все перекрыл у меня всю мою звездочку но в общем и целом вот можно создать что-то наподобие этого это я просто с нуля взяла пустой шаблон не стала уже искать что-то бесплатное просто на белом фоне сделала картинку и добавила пару анимашек вот таким образом это работает давайте посмотрим теперь на англоязычные сервисы которые у нас еще работают и которые у нас остались это сервис adobe express который раньше назывался adobe spark очень неплохой сервис он не похож на канву хотя здесь примерно все то же самое дизайн у него немножко другой и достаточно сложно будет если у вас трудности с английским языком но можно перевести с помощью google переводчика он поддается переводу и весьма неплохо здесь все очень просто в личном кабинете регистрация нужно заходим нажимаем на кнопку плюс и выбираем формат который нам понравится здесь большое количество разных форматов есть и посты для социальных сетей само собой но там нет поставки контакта там для других социальных сетей о котором я не должна говорить вот поэтому мы это опустим я взяла для примера вот этот шаблон flyer это для создания разных афишек и плакатов здесь есть и постеры и буклеты и обложки для книг и коллажей многое многое другое давайте смотреть у нас подсказочка же есть что флаве предлагает бесплатный доступ для онлайн школ но не все к сожалению в них работают почему-то библиотекарей все время обходят стороной и хотя библиотекарей очень интенсивно работают именно с графикой вот к сожалению ни один сервис для представителей культуры никаких поблажек не дает это жаль ну вот если вы к онлайн школе относитесь можете воспользоваться предложением давайте смотреть что можно здесь создать итак выбираем шаблон шаблонов здесь много и очень много бесплатного на самом деле единственный недостаток от об экспресс это опять-таки шрифт это кириллица которая не всегда поддерживается есть вот уже готовые какие-то надписи ну вот платных тут парочка встречается вот еще один затесался шрифт ну а так в целом набор инструментов достаточно впечатляющий здесь две панели инструментов одна справа вторая будет слева на втором слайде покажу левую панель ой вернее правую смотрим что здесь можно переключаться между сам шаблонами можно если этот не понравился можно переключиться кстати шаблон я нашла по поиску здесь есть поиски набрала но естественно на английском набрала слово book мне выдала сразу несколько флайеров с книжками и я вот над ними эксперименты проводила и так добавляются тексты картинки иконки все из библиотеки сервиса можно подгрузить свои для этого есть опция библиотека туда мы можем загружать свои картинки есть какие-то дизайнерские элементы это какие-то хитрые такие штучки интересные там тоже есть и платные и бесплатные ну посмотри там надо смотреть потому что здесь очень большая библиотека можно менять фон логотипа добавлять если необходимо это с одной стороны отсюда мы берем элементы здесь в основном библиотека а с правой стороны у нас дополнительные настройки выбираем цветовую гамму настраиваем анимацию анимировать можно одну картинку либо текст дальше фон можно опять-таки настроить там разные фильтры градиенты и тому подобное ну и поэкспериментировать с дизайном дополнительно вот каждая вкладочка открывается и там внутри еще всевозможные возможности которые открываются за счет анимации мы можем создать анимированный пост анимированный флайер когда будет текст выплывать картинка но здесь аккуратнее надо с кириллицей с анимацией текста иногда после анимации текст может поплыть сольются буквы ну уходите неудачный пример могу вам ссылочку послать как у меня неудачно поплыл текст с этим сервисом если интересно то вот пожалуйста вот поэтому я поняла что здесь лучше анимировать картинки они тексты вот такой вывод хотя может быть если шрифт я сделала поменьше может и получилось бы ну давайте посмотрим точечные настройки они достаточно подробные вот например текст редактируется шрифт цвет размер его можно изгибать менять расстояние между буквами и строчками рамки тени применять контур и даже есть возможность случайный стиль это вообще интересная кнопочка когда можно просто несколько раз жать на эту кнопку всякий раз у вас будет стиль текста меняться вы можете так быстренько себе что-то выбрать не настраивая вот это вот все вручную тоже интересный вариант ну и и картинка тоже настраивается очень очень подробно прозрачность поворот обрезать фильтры размытие и даже есть особые тонкие настройки яркость контрастность тому подобное вот таким образом здесь все очень хорошо устроено мне нравится этот сервис сразу скажу поэтому я о нем так тепло отзываюсь вот из англоязычных вот после канва он у меня стоит на следующем месте скажем что еще можно о нем сказать я уже говорил о том что здесь возможность добавить анимацию вот эту вкладочку открыла чтобы можно было посмотреть все анимационные эффекты здесь бесплатные вот отдельно есть анимация текста и отдельно есть анимация картинка вот в этом смысле можно не волноваться единственное что здесь платное это изменение размера к сожалению вы не можете вот из флайера сделать нечто другое да либо ищем другой шаблон под него но вот перекроить этот шаблон допустим делать его не прямоугольным а квадратным к сожалению не получится вот это единственная здесь платная фишка которую я заметила но еще несколько в библиотеке там что-то будет платно но в общем и целом здесь можно очень хорошие интересные создать работы их естественно можно скачать сохранить на google диске есть хорошая возможность организовать совместную работу может быть это не так актуально для картинок но опция такая есть вы можете пригласить соавторов они тоже зарегистрируются в сервисе вы можете совместно какой-то общий дизайн мастерить внутри этого сервиса вот так у меня получилось раньше этот сервис был с водяным знаком вот здесь в правом углу была такая рамочка и был написано topspark сейчас они избавились от водяных знаков и сейчас их нет как мы видим вот это я взяла готовые шаблоны и просто внутрь накидала какое-то содержимое достаточно быстро получилось вот естественно шрифт к сожалению не самый креативный но зато разные красивости тут немножко это маскирует в общем и целом так что очень даже неплохой сервис был раньше доступен на мобильных устройствах тоже но насколько я поняла сейчас ничего скачивать устанавливать нельзя на мобильники но зато в браузерной версии он до сих пор работает его можно использовать давайте еще посмотрим на него с точки зрения коллажей 10 отдельные шаблона для коллажей здесь точно такой же конструктор разберемся один раз и потом станет проще выбираем шаблон и кто не так много ну можно что-то выбрать интересное внутри шаблона можно настроить каждую картинку и самое интересное вы можете тоже анимировать эти картинки могут двигаться вот для этого есть опция анимации вот она ну и точно также его можно скачать формате mp4 сон анимированный а если это обычная картинка то как картинку и скачиваем такая тоже интересная история с ним есть но это я только парочку взяла там на самом деле достаточно много разных шаблонов есть шаблоны специально предназначенные для печати постера например это в хорошем разрешении в хорошем качестве можете сразу выдать его на печать и на какой-нибудь выставке там разместить так что может быть он и не как канва но по крайней мере у него очень хорошие возможности существуют ну коллажек у меня получился вот такой вот это я его дела раньше вот этот водяной знак сейчас его уже не будет еще адобспарк позволяет создавать видеоролики в формате слайд-шоу который может тоже скачивать на компьютер а здесь и дизайн очень минималистичные но зато это слайд-шоу можно озвучить добавить музыку и даже записать голосовую озвучку можно взять шаблоны есть несколько шаблончиков для создания слайд-шоу вот например такой на каждом слайде даже подписано что сюда нужно загружать вот ну а посредине каждого слайдика кнопочка которая показывает что можно добавлять разные элементы видео маленькие тексты фотографии иконки есть небольшая библиотека элементов и здесь есть небольшая библиотека фотографии иконок но естественно все это можно загрузить через кнопочку загрузки сюда внутрь этого сервиса вот с этой с правой стороны есть возможности выбрать подложку ну вот layout как будет выглядеть выбираем каждый слайд можно отдельно настроить это шаблоны для оформления тему выбрать цветовую гамму например поменять размер вот это прямоугольное видео горизонтально можно его делать квадратом например ну и музыкальное сопровождение здесь тоже присутствует библиотека музыки ее можно вставить здесь все делается просто кнопочка плюс выбираем элемент затягиваем ее его на слайд если нужно озвучиваем голосом работает очень просто на кнопку нажимаем говорим микрофон отжимаем кнопку тут же все это сохранилось ну а это настройка переходов между слайдами сколько каждый слайд будет длиться в секундах вот ну и переходим к следующему слайду так можно создавать очень быстро и просто это слайд шоу ну вот музыка например здесь большая библиотека здесь все рассортировано даже счастливая музыка игривая музыка и тому подобное можно поискать по категориям и загрузить свою если необходимо скачивается это все точно так же в формате mp4 в хорошем качестве сейчас покажу ссылочкой и есть возможность пригласить соавторов так же как и в предыдущем варианте слайд-шоу конечно получается очень простенькая но иногда когда нужно действительно быстро и просто то это выход вот пожалуйста я его просто на youtube загрузила а так он у вас она у вас на компьютере сохранится и вы можете его и в социальную сеть пристроить на сайт и блог и куда угодно вот такая история давайте посмотрим еще один сервис тоже известный достаточно сервис анимейкер если вы создавали анимации то наверняка о нем слышали а может и работали в нем это сервис для создания мультиков да ну грубо говоря так для анимационных всяких видеороликов у него совсем недавно ну как недавно года два уже появились новые инструменты вот один из них называется пикмейкер анимейкер он частично на русском языке частично на английском такой гибрид что-то будет по-русски что-то по-английски но пикмейкер пока не переведен на русский но опять-таки google переводчик нам поможет почему я его тоже выбрала потому что он представляет очень неплохую библиотеку разных красивых дизайнов вот например флайеры оформление цитат и можно посты в социальных сетях тоже здесь как мы видим шаблончики бесплатные вот можно редактировать эти шаблоны можно начать с нуля и выбирать что-то из библиотеки элементов пикмейкер работает как конструктор для создания статичных картинок то есть здесь нет анимации но зато мы можем создать какую-то флайер какую-то картинку за за очень небольшой отрывок времени вот так выглядит конструктор ну в общем инструментарий нам знаком в разделе templates мы можем выбрать шаблон для оформления я опять в поиском воспользовалась как всегда искала книги что вот такой плакатик и началась с ним эксперименты фотографии можно из библиотеки сервиса можно своих загружать объекты ну просто картинки даже тексты фоны и импорт своих собственных картинок через вот эту кнопочку количество создаваемых работ здесь никак не ограничено готовую картинку мы можем скачать вот это радует и скачиваются они без водяного знака настройки здесь подробные примерно как у адоб экспресса они в этом смысле чем-то перекликаются это конструктор для картинок это более подробные эффекты прозрачность разные настройки фильтры можно обрезать картинку развернуть ее и сделать не все что вы считаете нужным ну вот например сделать примерно такой же набор мы уже видели в одном из сервисов до настройки достаточно подробные здесь ну и то же самое касается текстов к текстам можно прикреплять гипер ссылки но это в том случае если она у вас эта картинка будет функционировать как ссылка если вы просто и скачиваете если ссылка будет неактивной но опция такая присутствует разные эффекты можно применить к тексту ну вот такие например и собственно поменять шрифт цвет размер и тому подобное опять-таки проблема с кириллицей присутствует во всех англоязычных сервисах не все шрифты поддерживают русский язык но то что поддерживает одно хорошо работает это можно использовать готовую работу скачать в pdf ссылка будет работать вот про pdf я не подумала точно да будет работать в pdf ссылки работают все вверх можно скачивать естественно можно поделиться ссылкой есть возможность пригласить опять соавторов есть такая опция can edit называется вы делитесь ссылкой со своими соавторами и можно совместно с ними что-то создавать детей шаблоны для инфографики для просто картинок для постов для плакатов флайеров и тому подобная история вот если вы не мейкере уже работаете можете попробовать освоить его новую опцию может быть вам понравится внутри но у меня такая картинка появилась это готовый шаблон был я просто свои картинки сюда загрузила и немножко текст поменяла но получилось вот так такой плакат у меня получился дню космонавтики в общем тоже неплохой сервис он очень даже хорошо работает английский язык единственное что есть будет затруднять работу а в общем и целом хороший результат еще один сервис вообще-то он был известен как фоторедактор называется он пикслер он имеет две категории сложности скажем так есть расширенная версия она напоминает фотошоп если вы фотошопе работаете там все примерно точно так же только фотошоп онлайн и сервис как-то складе начинающих назовем это так регистрация здесь не нужна если во всех предыдущих сервисах обязательно требовали регистрацию то вот здесь можно работать без ссылочку им дала можете травму час посылочки походить по нажимать разные кнопочки посмотреть как все это работает ну вот я загрузила картинку там добавила текст текст как ни странно кириллица поддержалась даже вот такой вот рукописный немножко текст нормально сохранился давайте посмотрим редактор выглядит вот так достаточно солидно инструментарий вот здесь каждая кнопочка если на нее нажать открывается развернутое описание этой кнопки можно разобраться собственно о чем она естественно здесь все настраивается тексты и картинки есть готовы шаблоны для постов в социальных сетях ну вообще для медиа ресурсов можно их выбрать и внутри поработать или просто загрузить свою фотографию и начать на нее наносить разные элементы есть небольшая библиотека разных элементов и большая библиотека фотографий но про библиотеку фотографий еще отдельно скажу у каждого элемента есть настройки они открываются если щелкнуть по этому элементу при настройке картинок поскольку это фоторедактор то здесь настройки очень очень подробные и прозрачность и там различные мелкие всякие подробности я не дизайнер мне особенно это не близко но так или иначе здесь можно ретушировать и увеличивать яркость там виньетки всякие тому подобные элементы декора прошлом году когда я рассказывал про этот сервис он был абсолютно бесплатный и там все было бесплатно сейчас здесь появились платные шаблоны увы сервис монетизировался но все равно бесплатного здесь достаточно много поэтому я его продолжаю о нем рассказывать продолжая его рекламировать вот настройки для текста здесь тоже все очень подробно расписано сервис опять англоязычный но с кириллицей туговато хотя здесь шрифтов побольше чем в предыдущих сервисах пиксель умеет делать не только флайеры и посты кстати он еще и коллажи делает но картинки здесь будут статичные дальше есть возможно я имею ввиду коллаж статичные а если мы работаем с картинкой с шаблоном с каким-нибудь то мы можем применить к нему анимацию какие-то анимационные эффекты для этого есть кнопочка специальная вот текст анимировать например и после этого можем уже скачать формате mp4 вот у нас рекомендованы вообще тут есть еще кифы если вы сторонник киф анимации такая опция тоже есть ограничение как я уже сказала здесь по шаблонам часть будет платных но в остальном вот смотрю пока ничего не поменялось только шаблоны немножко монетизировать сохраняется это все на компьютер без всяких водяных знаков можно взять на вооружение хороший сервис можно использовать в работе ну а это что касается расширенного редактора вот это расширенная версия photoshop практически здесь кнопок в два раза больше я уже не стала просто в этом разбираться здесь работа со слоями с градиентами с разными другими элементами вот они слои у меня ну в общем если вы photoshop разбираетесь то и в этом сервисе тоже сможете разобраться достаточно быстро я пока не рискнула в этом поработать но такая возможность присутствует так что если ищем аналоги photoshop то вот он первый будет в очереди пожалуй пиксель я уже говорила что здесь есть большая библиотека фотографии это сейчас очень кстати ее можно найти как раз в разделе соответствующим поиск стоковых изображений в разделе фотографии вот здесь здесь поиск на русском языке их можно скачивать на компьютер к себе это особенно сейчас важно в связи с закрытием моих любимых pixabay и pixels которые предоставляли большое количество разных стоковых картинок без нарушения авторских прав но вот альтернатива одна из альтернатив здесь очень большая библиотека элементов и если вы ищете картинки для своих проектов то можно спикслере поискать это в общем неплохо работа ну еще один сервис который во всех списках мелькает это сервис висми я о нем говорил связи с созданием инфографики сейчас я просто напомню что он умеет не только инфографику делать он умеет делать презентации формате pdf допустим нет их pdf сейчас немножко поменялось презентации умеет делать у него есть раздел социальными сетями вот он там бы картинки для социальных сетей для ютуба например вот ну и разные другие визуализации тоже в разделе мо их еще больше откроется весьми долгое время позволял создавать очень интересные работы но к сожалению сразу скажу если вам нужно скачивать то это не наш вариант потому что здесь закрыта опция скачивания контент распространяется только по ссылке можно исхитриться из этой ссылки сделать код для встраивания например на сайт и в блок у меня получилось но вот к сожалению только ссылочка тоже сервис предельно сейчас монетизировался в чем его ограничение в том что он дает только 100 мегабайт на хранение с проектов количество проектов не ограничено но весить они должны в сумме не больше 100 мегабайт такая опция я просто слайды полистаю я сделала побольше чтобы можно было посмотреть на этот сервис изнутри ссылочку сейчас кино и ссылочку кино на работу чтобы можно было оценить здесь готовые шаблоны вот так они выглядят есть шаблоны статичные есть шаблоны анимированные плохо что они здесь не систематизированы по категориям их много и если что-то выбирать то это придется потратить огромное количество времени вот статически анимированные две кнопочки вот есть поиск но поиск очень неудачный находится не то что нужно скажем так поэтому в смысле поиска здесь не самый лучший вариант но зато здесь можно много что вставить внутрь этой работы и есть возможность создавать очень быстро буквально в режиме одной вкладки вкладка называется basic и здесь все в одном то есть внутрь можно вставить и заголовки и тексты и стать разные фигуры статистику с графиками и диаграммами тексты фотоколлажи и даже интерактивные кнопки здесь они будут тоже работать более подробно есть вкладочки уже над каждым элементом можно отдельно посмотреть чем хорош хорош висме тем что здесь огромное количество в библиотеке разных элементов если мы выбрали анимированный пост у него внизу будет вот такая лента времени которая позволяет настраивать эту анимацию для анимации можно настроить время здесь анимация очень красивая нам сказать с точки зрения ничего не придерешься вот если вам не критично если скачивать не надо то это вот хороший вариант посылочки делиться всякими красивыми картиночками это можно а вот библиотека здесь очень много бесплатных элементов они очень симпатично отрисованы здесь иконки и фигуры и 3d графика и одушевленные неодушевленные объекты там конечно тоже что-то бывает платная но в общем его не так много в разделе фотографий тоже много всего интересненького и гифы и фотографии макапа даже присутствует дополнительно из возможности можно добавить внутрь этого дизайна видео ну то есть как бы на слайд и добавить еще картинку можно добавить несколько слайдов тогда у нас получится целая презентация из нескольких картинок можно встраиваемый объект туда встроить внутрь ну например вас есть какая-то игра вы можете встроить внутри вашего слайда хотя это уже получится даже не целая картинка уже целый какой-то медиа объект и можно озвучить это все для этого есть кнопка добавить аудио и есть библиотека музыки можно загрузить свою и можно записать голос и все это бесплатно вот ну цветовую гамму естественно поменять вот поэтому если анализировать висми то мне кажется он больше подходит для презентации все таки чтобы ими делиться может быть для социальных сетей это не очень актуально но мимо не прошло потому что они много говорят я проанализировала мне пришла к таким выводом настройки здесь тоже очень подробные я уже не буду рассказывать обо всем есть обучалка там я все подробно изложила все настройки описала что и как работает и текст и картинки очень хорошо настроены ну кириллица поддерживается не всеми шрифтами к сожалению есть анимация а так таки ее можно применять и к текстам и картинкам вот она есть очень разнообразная не то что в предыдущих сервисах она здесь очень очень разная причем можно даже настроить по длительности сделать ее на вход и на выход элемента вот так что здесь создатели все очень хорошо прорисовали единственное что здесь не работает это гипер ссылки гипер ссылки сделали платными все остальное функционирует вполне себе ну и статичный вариант вот такой ну а не статично я вам отправила по ссылочке чтобы посмотрели вот если вам нужно принципиально скачать то скриншоты никто не отменял мы можем это за скриншотить допустим открыть на весь экран как я сделала и вот картинка готова можно сделать так но тогда вся красивость пропадает такая полка двух концах теперь переходим уже к менее известным сервисом уже так из сервисы из раздела дополнительно вот это очень хороший инструмент для библиотекарей для тех кто создает плакаты и картинки с обложками из книг ну вот такой пример это вообще сервис для начинающих авторов и писателей которые хотят создать какой-то контент вокруг своей книги то есть там есть опция например макетирование обложки там уже создавать вот такие плакаты с картинками и можно даже буктрейлеры снимать по своим книжкам вот можно зарегистрироваться как автор как библиотекарь без разницы но бесплатно там только одна опция это плакаты с обложками чем мне нравится этот сервис тем что он предоставляет большое количество шаблонов вот они все тут рассортированы по категориям естественно на английском но можно переводить через переводчик ну например я выбрала что мне нужны обложки шаблоны для детской книги желательно формате 3d ну и мне выдала вот такой вариант как это работает мы выбираем шаблон и вот вместо этой обложки которая здесь в шаблоне синенькая голубенькая зелененькая мы загружаем свою картинку языке науки называется макап то есть такая вот заготовка внутри которой мы загружаем свою картинку и получается красивый плакат дешево и сердито можно вообще сделать это все с нуля самостоятельно и сервис тоже в этом поможет даже если я взяла просто готовый лист какой-то слайд то есть раздел шаблоны все равно он здесь присутствует и я нажав на него попадаю в такую библиотечку макапов выбираю нужную мне опцию здесь и аудиокниги книги на мобильных устройствах в разных форматах обычная книжка опять-таки я переношу мышкой на экран и загружаю свою обложку теперь об ограничениях бесплатно здесь можно скачать 15 таких вот плакатов они в очень хорошем разрешении можно даже печатать например для выставки 15 конечно маловато но скриншоты для этого существует если вдруг тариф закончился а нужно очень срочно то скриншотить можно из самого сервиса либо завести новый аккаунт это тоже возможно настройки здесь очень подробные здесь есть возможность накладывать несколько слоев разные есть красивые оверлей например там снежинки какие-то там вот эти вот буковки на заднем плане например это оверлей у меня был такой здесь есть и фильтры и размытия и с фоном можно поработать анимация здесь платная поэтому получается картинка только статичная но даже они очень даже красиво смотрится по крайней мере я для социальных сетей это использовала как рекламу новых поступлений в библиотеку делали несколько постов обложка книги на каком-то красивом фоне точно самое касается и текста здесь тоже очень подробные настройки шрифт не весь поддерживается но много русскоязычных рабочих шрифтов так что в этом смысле в общем тоже все неплохо букбраш я еще раз повторюсь он платный в неограниченном масштабе а бесплатный тарифный план позволяет создавать вот такие вот плакаты с обложками и ограничения на скачивание создавать вы можете без ограничений таких дизайнов сколько угодно но скачать вы можете только 15 если тариф закончился то сохраняем картинку как скриншот вот такая хитрость ну вот пожалуйста вот здесь идет обратный отсчет сколько я картинок сколько у меня еще в запасе осталось можно скачать в разных форматах если нужен хороший для печати то вот этот рекомендуемый а так можно скачать и в обычном даже формате pdf если это важно вот такой библиотекарю на заметку мне он показался неплохим ну и последняя заключительная часть вебинара я сегодня немножко перебрала со временем но я надеюсь что вы на меня не обидитесь потому что это даже не все сервисы которые мне попались под руку знаете ли вы о существовании сервиса который называется и тизер это наша отечественная разработка созданная автором и инициатором алексей горенинов так описывает этот сервис предельно понятный сервис в котором есть готовые макеты и простой визуальный редактор а главное преимущество скорость и функциональность разработан этот инструмент был специально для социальных сетей он позволяет создавать разные посты и тизеры логотипы и тому подобной истории бесплатный здесь очень деликатно написано без ограничения с ограничениями тариф ссылку на букбраш то пожалуйста сейчас там потеряла я эту ссылку сейчас не вопрос пожалуйста есть обучалка внутри презентации если сложновато будет то заходите в обучалку там я подробнее описала все но выдавать про тизер посмотрим что здесь по ограничениям вот это шаблоны здесь их около 80 они вполне себе неплохие надо сказать симпатичные здесь они можно сказать что рассортирована вот это например однотипные шаблоны они только отличаются немножко дизайном их листаем вниз и рассматриваем но это сервис только появился недавно он развивается и со временем возможно здесь еще больше всего появится естественно он поддерживает все шрифты проблем со шрифтом здесь не будет ну единственное что анимация насколько поняла доступна только в платных тарифов здесь мы создаем статичные картинки ну вот например так выглядит конструктор здесь вообще очень мало кнопок надо сказать здесь мы выбираем только цвет прозрачность шрифт и загружаем свою картинку шаблон все а дальше кнопочка скачать это вариант когда нужно быстро и качественно действительно получается быстро и просто и качественно единственное что нужно зарегистрироваться в сервисе и можно поэкспериментировать попробовать вот такой вариант у меня получился это я сделала за пару минут ну больше за пять минут скажем так взяла картинку нашла шаблон написала текст и все готово все шрифты поддерживаются из того что есть автор заверяет что сервис будет развиваться и со временем у него будет еще больше возможностей вот так здесь работает 87 шрифтов более 70 шаплонов больше ничего сказать об этом сервисе не могу но на заметку я себе его взяла скачать можно без водяного знака и без ограничений по количеству работ вот это хорошо его аналог полотно studio тоже неплохой сервис для создания графики как они себя позиционируют канва на минималках то есть они тоже взяли за основу канву конструктор сделали тоже очень похожим регистрация здесь не обязательно я вам сейчас ссылочку кину можете прям сейчас днем попробовать что-нибудь посоздавать или просто полистать если хотите вот пожалуйста ссылка на него что здесь можно точно так же есть библиотека элементов которые мы добавляем сервис абсолютно бесплатный ограничение там особых не увидела готовую картинку скачиваем естественно здесь просто картинка без анимации без каких-то там анимационных интерактивностей выбираем шаблон загружаем свое содержимое редактируем наверху панель с инструментами и скачиваем на компьютер все достаточно несложно здесь есть какие-то готовые текстовые надписи если угодно можно с ними поиграть но опять-таки к сожалению вот здесь шрифты не поддерживаются не все вот ну похоже на канву согласна похоже настройки пожалуйста через google переводчик все это переводится и можно эксперименты провалить если хотите ну а скачивается это в трех разных форматах либо как в картинке либо как pdf на компьютер в общем вот еще один вариант вашу копилочку плюс этого сервиса в том что здесь не нужна регистрация это тоже может быть оказаться немаловажным если вы работаете на чужом компьютере или вас нет времени просто проходить какие-то сложные регистрации но вот я взяла шаблон и сделала такую вот картинку тоже быстренько попробовала мне понравилось шрифт правда пришлось поискать ну в общем так нормально вроде получилось но опять-таки что еще можно предложить в плане быстроты это сервис picture plus тоже предлагает возможности неплохие но они тоже пошли по монетизации стоимость сейчас у них платного тарифа как оффлайве около 400 рублей в месяц из бесплатного что они умеют они тоже ориентированы на работу в социальных сетях то есть они работают с постами они могут создавать разные обложки для группы для канала на youtube и истории с и могут создавать коллажи и видео но мы видим вот этот замечательный значок который означает что изображение будет с водяным знаком если у картинок это не так принципиально то есть вот эти вот обычные картиночки и водяной знак где-то вот здесь в правом уголке будет то с видео они погорячились очень сильно они знак вот здесь прям по центру сделали это вообще никак не в какие ворота что называется поэтому этот сервис я им раньше пользовалась но просто как они ввели вот эти водяные знаки я уже стала к нему так более придирчиво относиться а так он был очень простой называется для начинашек тут даже особая инструкция не нужна выбираем шаблон щелкаем на элементы шаблона и тут все подписано что и как надо делать меняем фон меняем текст добавляем цитату здесь вот пошагово все описано и здесь уже с правой стороны рисуется то что в итоге должно получиться ну а дальше скачиваем разрешение хорошее качество картинки отличная но водяной знак хотя может быть это не принципиально мы потом в редакторе можем его отрезать если нужно но еще один минус здесь очень мало шаблонов к сожалению хотя вы можете взять любой переделать его как угодно картинка получается действительно вот очень быстро видеоролики конструктор такой же вот это шаблон а это то что у вас в итоге получается водяного знака мы сразу не увидим это вводит в заблуждение зато когда мы его скачаем этот видеоролик моего замечательно посмотрим по центру в этом видео я здесь не советую а вот для статичных картинок можно приглядеться ну еще я не советую это коллажи во первых они здесь очень простые ну вот такой вариант лучше взять пиксер там коллажи поинтереснее ну и опять водяные знаки которые будут нам загромождать всю картинку это не надо вот поэтому picture plus я пока оставила все-таки тут достаточно просто все для простоты можно использовать для быстроты регистрация здесь не обязательно тоже так что можно попробовать но пока вот под знаком вопроса скажем так если брать вообще более широко тему создания графики то в интернете можно найти много конструкторов картинок что это такое то есть вам дают пустой слайд без всякого шаблона вы на него набрасываете различные элементы из библиотеки этого сервиса конструкторов картинок очень много это надо отдельный вебинар проводить я взяла только один конструктор который абсолютно бесплатный и работает без регистрации это квик пик ну понятно быстрая картинка на русский перевести берем слайд и он может быть прямоугольный квадратный какой вы захотите можно размеры подкорректировать сервис на русском языке кнопочки здесь все понятны большой плюс здесь хорошая библиотека разных элементов и можно загружать свои картинки ну а дальше можно по одному элементы выносить на слайды и у каждого редактировать фон цвет обрезку можно текста добавлять и тоже редактировать много шрифтов поддерживают кириллицу и готовую картинку можно тут же скачать к себе на компьютер это очень быстрый очень понятный конструктор можно здесь конструировать разные поздравительные открытки например такую нескучную графику особенно если вы детские паблики какие-то ведете либо есть очень такие живые красивые картинки их можно использовать в работе создавать свое собственное творение единственное времени это потребует больше поскольку шаблонов нет но здесь можно больше креатива применить и вот такие картинки они подают не только в социальные сети можете в презентацию вставлять там еще в каких-то проектах использовать в общем очень все неплохо с этим сервисом так что вот я его выбрала и вам советую на него приклеить посмотреть ну а дальше уже пошли совершенно еще более простые хотя казалось бы куда проще если нам нужно просто добавить текст поверх картинки можно конечно в powerpoint и попробовать можно взять сервисы один из них называется этот текст добавь текст работает предельно просто загружаем картинку вписываем текст выбираем его цвет размер центруем и скачиваем все вот в режиме одного окна очень быстро получается и другой вариант это уже наш отечественный здесь шрифтов будет побольше лом код он называется вообще он был создан для того чтобы делать картинки с котиками вот поэтому не пугайтесь там будут шаблоны с котиками вот такие но не обращаем на это внимание загружаем свою картинку добавляем текст опять тут цвет размер шрифт центровка настроек чуть побольше шрифтов больше на русском языке и все и сохраняем и скачиваем вот такой вариант для добавления текстов ну и в экспресс режиме еще напомню вам о существовании сервисов для создания цитат те кто ведет библиотечные паблики наверняка знают что это очень популярный вид контента разные мудрые мысли мудрых людей их тоже можно красиво оформлять и сделать это можно тремя разными способами первый способ это сервис козе он очень простой работает без регистрации выбираем картинку из подложек к сожалению свою здесь загружать нельзя но здесь их около восьмидесяти разных картинок выбираем вариант вернее как сначала пишем текст потом выбираем картинку к нему можно перебирать все пока не найдем нужную ну и дальше сохраняем скачен на компьютер скачивается так если мы не регистрировались в этом сервису то правой клавишей мыши если мы хотим то можно зарегистрироваться и тогда будет кнопочка скачать но разница только в кнопочке а по качеству одно и то же я и так и так попробовала и поняла что регистрации не нужно другой вариант называется кого-то с кого вот это сервис такой более продвинутый у него очень подробный конструктор мне понравилось что там можно добавлять разные слои эффекты и и нету ссылочку отправила ладно разные слои эффекты и прочие элементы ну давайте покажу как это выглядит вот такой вот конструктора здесь рабочий он на английском языке вот учалка поэтому сервису если вам необходима подсказка здесь есть кнопочка quick быстро которая позволяет в режиме одного окна добавить текст саму цитату имя автора и сохранить это все на компьютер и картинку есть библиотека картинок можно загрузить свою 10 кнопочка специально автоматического дизайна есть кнопочка для того чтобы поменять фон случайный случайную картинку выбрать но если мы хотим более подробной настройки нужно пройтись вот по этим вкладочкам текст 1 это сама цитата здесь можно вот поменять немножко текст шрифты к сожалению поддерживаются не все сразу скажу но здесь есть возможность перебирать эти шрифты там есть кнопочка следующий шрифт следующий шрифт вот он она по моему вот это да вот это и так можно добраться до нужного нам варианта дальше текст 2 это то же самое только имя автора цитаты дальше здесь есть возможность поменять фон и либо из картинок здесь большая коллекция разных картинок есть поиск на английском языке либо свою сразу загрузить возможность добавить стикеры но это разные стрелочки кружочки тому подобные фигурки вот это мне нравится кнопка больше всего layout разные слои поверх ну еще overlay называют разные красивые там штучки такие которые поверх картинки на этой штучке уже пишется сама цитата ну так если на пальцах объяснить вот они позволяют более красиво это все оформить ну и скачиваем это все на компьютер сохраняем в хорошем качестве вот здесь реально хорошее качество будет и эту картинку можно даже печатать в таком варианте это все неплохо смотрится ну и еще один простой сервис называется он пабло он тоже для социальных сетей работает и тоже позволяет красиво оформлять цитаты конструктор тоже в режиме одного окна тоже не надо регистрироваться здесь вот пожалуйста ссылка на сервис 10 библиотека картинок это инструменты для редактирования все очень просто выбираем отсюда картинку прямо поверх картинки пишем текст настройки для текста минимальные ну а дальше выбираем размер вертикальный горизонтальный прямоугольные фильтры дальше мы можем на в тексте просто саму цитату оформить а можем к ней добавить заголовок и подпись ну там например авторство картинки можно указать в качестве подписи вот пожалуй все ну готовую картинку через кнопку скачать мы скачиваем и можно еще шаблончик поменять выбрать какой-нибудь другой вариант оформления тоже в режиме одного окна и тоже все очень быстро и просто скачивается вот такая коллекция которая у меня хранится который я пользуюсь но по моим предпочтениям я уже определила рассказала вам какие мои любимые какие не очень сервиса можете ориентироваться на мои предпочтения можете вот по ссылочкам походить посмотреть и подобрать для себя я надеюсь что что-то для себя вы наверняка подберете из этого инструментария ссылки есть обучалки тоже есть презентацию можно скачать использовать в работе если вам пригодится буду очень рада вот спасибо вам большое за внимание но вопросов я особых сейчас посмотрю нет во вкладке вопросов тоже все пусто да это хорошо что все спасибо и понятно спасибо и вам за то что вы вечернее время пришли меня послушать до новых встреч эту тематику мы еще продолжим но уже в другом русле будем говорить о других вариантах визуализации уже не по графике о по другим вариантам следующий вебинар будет через неделю это будет вебинар посвященный отечественной тематике экспериментальной я таких еще не проводила это будет вебинар посвященный играм и как попробуем тоже походить по разным ссылкам посмотреть что и как работает я тоже постараюсь примерно такой же обзор подготовить уже по игровой программе вот ну вот вопросов пока не получила как скачать раздел файлы наверху в правом верхнем углу и такой значок если вы с компьютера смотрите с изображением странички с загнутым углом если нажать на эту вкладку откроется откроется окошечко и там быть моя презентация нажимаем на значок с тремя точечками и кнопочка скачать все она у вас сохранится на компьютере вот вот инструкция спасибо большое татьяна за инструкцию вот ну до новых встреч берегите себя и увидимся через неделю да естественно ссылка на вебинар будет в группе моей вот в этой замечательной группе будет и ссылка на вебинар и будет и презентация в одном месте так что если потеряетесь заходите выкат и мастерилки там всегда вас ждет много интересного ну всего доброго и до новых встреч